Кисти, которые ты принесла, чтобы выяснить, которые из них хорошие. Вот эти кисти, это сразу для клея. Особенно, если ты видишь короткая древка, можешь сразу их никогда не покупать. Кисти с коротким древком, само по себе, противное явление. Это тоже все туда же, да? Да. Китайцы производят очень дешево, очень мало кладут. Кто-то, я чувствую, с ними не получается. Плотность невысокая. Посмотри, ну вообще нет плотности. То есть у кисти нет ворса. Вот. Ну и еще плохо. Хотя это может быть щетиной. Это даже щетина. Но качество ее, конечно, отвратительное. Собрано отвратительно. Я не знаю, вот это, если ты это выбирала, это самые дешевые кисти. Это самые первые я покупала. Нет, потом вот эти. То есть их выбирать нельзя. Это выбор был в пользу самых дешевизм. Вся вот эта вот коллекция, это самые дешевые, отвратительные китайские кисти. Они обычно в наборах красивых, которые можно сразу выбросить. Ну или клей. Клеем можно пользоваться вполне. Вот эти мягенькие, нежненькие. Девочки их очень любят. Их сейчас очень много производят, продают. Потому что они ж такие приятные. Ну такие ж они приятные. Но они совершенно не подходят для неопытного рисовальщика. Они для человека, который умеет рисовать, подходят. Особенно для такой живописи, как голландский натюрморт. То есть там, где рисунок должен быть в высшей степени рисунка. Вот там они подходят. Для нас должна быть более грубое письмо, которое не подразумевает точного рисунка. Потому что в точном рисунке мы сразу покажем, кто мы есть. Поэтому вот эти вот приятные мягкие кисти в сторону. Тоже и же с ней, и эта. Она тоже очень приятная. И действительно, это фирма хорошая. Вот вернисаж. Но они нужны для хороших рисовальщиков. Или для гуаши, для акрила. То есть там действительно они уместны. Тонкие кисти вот такие же мягкие, а-ля колонок. А-ля колонок тонкие кисти. Тоже для опытного рисовальщика идеально. Там и реснички, и глазичек, и прочее, и прочее, и прочее. Мы должны решать более грубыми мазочками, для того, чтобы не продемонстрировать свое неумение. Потому что неумение надо спрятать. Это не значит, что пока мы не умеем, так мы и продукт не можем создать. Можем. Ну просто его надо спрятать. Ну скажем, импрессионизм более всего склонен спрятать неумение. Потому что такой, а-ля перышко-мазочек, а-ля мозаика-письмо, и спрятай все, что хочешь. Мы знаем, да, что мозаика, будучи даже очень грубой, выглядит очень выразительно. Вот, а-ля мозаичное письмо выручает. Ну, а тонкая кисть на мозаичное письмо, ну, никак не настроена. Еще у тонких кистей есть проблема. У них вот это очень гнущееся. Оно очень гнущееся. Нам нужно немножко с упором. То есть нам нужна щетина, но хорошего качества, которая бы немножко упиралась. Тогда не будет слишком тонкого, тонких линий. Ну, все кисти, которые здесь есть, они все недомыты. И как следствие их можно уже практически выбросить. Все-таки кисти нужно вымывать. Особенно из нежного ворса. Это надо вымывать. Вода мыла, вот так помыла, намылила, в мыло прям под водой теплой пополоскала. Все, готово. Чистенькая кисть. То же самое, это уже спасти эту кисть уже невозможно. То есть в случае ее спасения можно в кипяток засунуть, в кипяток. Сначала, вернее, в разбавитель подержать немножко, растолочь в разбавителе. Вот так растолочь. А потом в кипяток. Кипяток доразобьет вот эти окаменелости. А потом деликатно, потому что иначе ничего не получится. Тоже в мыло и вот так мыть. Потому что вот эта затвердевшесть уже требует деликатного отношения. Потому что если ты будешь мыть вот так, то она вся станет вот такой. Все добрые светлые мастихины, но нет самого вкусного, который универсал. Который часто художник прилипается душой к одному мастихину и обычно одним работает. Но в ассортименте иметь много желательно. Там где-то для каких-то пупышечек, тоненький-маленький. Это для каких-то более крупных задач. Все пригодятся. А для чего вот есть фигурные? Опять же, там разные бывают задачи. Иногда нужно провести вот такую линию. Потому что так будет сложнее. А вот так легче. Такой мазок а-ля, как грифелем угля. Прямо вот такой мазок. Мазок квадратно-видный. Прямоугольника-видный. Но опять же, это немножко не для масла. Не, маслом, если ты умеешь рисовать хорошо. Так, все. Ну, вроде прокомментировал. Ну, а у нас кисти все хорошие. Милости прошу посмотреть наши кисти и купить набор.